Еще все спят, так далеко рассвет. Не хочет просыпаться сонный город. А женщины в селе уже не спят. Их не пугает темнота и холод. Спасибо, скажем, женщинам села, за ваш тяжелый и нелегкий труд. Дела все сделаны, накормлена семья. Но столько дел еще, не сделанных, вас ждут. Есть под Якутском старинное село. Здесь центральная усадьба пригородного совхоза Хатарский. За три летних месяца здесь успевают вырастить немалый урожай капусты, картофеля, лука, огурцов, помидоров. Отсюда в город ежедневно поступает молоко. Руководит совхозом Парасковья Павловна Федорова. Однажды Параскове Павловну спросили, какая звезда ей больше всего нравится. Полярная, ответила она, не задумываясь. Почему? Она всегда на своем месте. В частности, это работа. Труд. Честный труд и работа. А то многие сразу такие крамы, как говорится, сразу строят. А мы нет. Такого мне не нравится. Честно все. Зато меня никто не упрекает работе, работники. Не говоря то, что за счет, мол, нас на эксплуатации, нас разбогатело. Никто не говорит. Я, наоборот, бы, если сказали, я им сказала бы. Лучше меня, богаче они живут. Не то, что я. Да и как же, кто мог плохое-то сказать? Ведь слова директора совхоза никогда не расходились с делом. Подтверждением тому служат многочисленные всесоюзные награды. Впрочем, не за награды трудилась Парасковья Павловна и не за личную прибыль. Просто природа ее такая. Внутренний посыл толкал ее на трудовую самоотверженность. Она всегда знала и чувствовала всем сердцем, что находится на своем месте. Поэтому и награды сами находили своего героя. Звезды сами падали с небес. А однажды даже упала полярная. У меня три ордена. Они самые все крупные. Это орден Ленина, Трудового Красного Знамени. И последнюю дали полярная звезда. Это самые страшно большие награды. А даже вот я в съезде, в 27-м съезде была делегата. И там как раз избирали меня. И даже представили на бюро героя. Ну там Горбачев в то время никому никаких наград в этом съезде никому не дал. Поэтому ничего, нормально, я все равно. Так, столько работало. Конечно, вот что. Я говорю, самое счастливое, что делать. Спокойно, живи. И все-таки самую большую награду ей преподнесла сама жизнь. Несмотря на то, что наша героиня была сиротой, росла в доме у родной тети, бабушки и дедушки, родители наградили ее прекрасным и подтверждающим свое предназначение именем. Просковья. Что означает рожденное накануне большого праздника. А также ожидание приготовления. Вот и приготовила судьба ей подарок длиною в целую жизнь, превратив ее в великое событие. В 70-м году, в то время, эти директоров совхоза утверждали на бюро райкома партии. И меня как раз вызвали на бюро райкома партии. Тогда Гаврию Осипович, вчера я был секретарем. И меня утвердили директором. И вот с 70-го, почти это около сколько лет, работала директором совхоза, почти около 40 лет работала. Знает директор свое дело. Будучи агрономом, получила еще и образование зоотехника. А умение работать с людьми, работать по-государственному, это еще от партийной работы у нее. У меня в хозяйстве ничего не было. И я бегала и день, и ночь, как говорится, по бригадам, по участкам, работала. Только работой занималась, и все. Из-за этого, видать, все-таки люди поняли. Тут же, как говорится, директор совхоза, это рабочая лошадь. С каждой бригадой надо побыть, участках быть, животноводом встречаться. Ну, все время, каждое утро, Уж даже после полонерки обязательно по полям поедешь, смотришь. Это не так-то. А потом еще каждый раз в горкоме. В то время сельским хозяйством горком здорово занимался. Управление сельского хозяйства. И как раз вот в 72-м году начали поливную систему строить. В то время совхоз сеял 400 гектаров картофеля. Не то, что сейчас вот перевозили, перевозят. В то время почти со стороны ниоткуда почти ничего не перевозили. И 400 гектаров картофеля, 50 гектаров капусты. И это как совхоз посадить, может, это посадка картофеля механизирована шла. А капусту почти ручную. И город за счет города. И столько мы сеяли и садили. Из-за этого даже городские осени приезжают за 4, за 15-10 дней должны попробовать 400 гектаров картофеля выкопать полностью с холодильника. Раздавать и организациям. В то время база была в городе. На базу возили до глубокой ночи. Городские приедут, выкопают мешки, уже пополняют и уезжают. После этого ночью уже мы сами на ночь не должны оставлять картофель. В то время заморозки. И вот работали во время уборки почти до 3-2 часов ночи. Многие рабочие совхоза тогда удивлялись. А когда же наш директор спит? Полушуточными, но в то же время такими правдивыми вопросами задавались вокруг все. Правда, сама Прасковья Павловна об этом даже не задумывалась. Хотела все успеть сделать вовремя, в срок. Другая бы на ее месте, может, и дала бы слабину. Но только не она. Человек слова и дела. Человек идей и принципов. Человек с закаленным характером. Не женская работа, почти директором совхоза. Это мало женщин, которые даже и по России мало, наверное. По 40 лет работавшие директорами совхоза. Мало. Некоторые говорили, что женщина, мол, не сможет. Аж написали в горком партии, что, мол, женщина не сможет даже, мол, работать директором совхоза. Но тут Владимир Гаврилович Павлов был. Они, в общем, оставили меня директором. И при том, в республике женщин-то не было директоров. В то время в Якутском районе три больших совхоза. Катарский, Маганский, Якутский. Это в 60-м году. Катарский. Раньше, то до этого еще один совхоз был. Его разделили. Три совхоза. Наш совхоз является молочно-овощным. Ежегодно укрепляется материально-техническая база совхоза. Большую помощь мы получаем от государства. За годы десятой пятилетки вложено 20 миллионов рублей в государственное положение. Введено основных фондов на 12 миллионов рублей. Основные производственные фонды возросли 2,3 десятка. Дан животноводческий комплекс на 800 голов с кормоцехом, газовой котельной. Введено 2200 квадратных метров жилья. Талант руководителя особенно проявился в упаднические 90-е годы. Это время коренных преобразований в экономике всей страны. В такие сложные годы Прасковья Павловна сумела отстоять целостность хозяйства. Не допустила его развала, сохранила коллектив и приспособила к новым рынкам. Поехали в Министерство сельского хозяйства России, пошли, зашли туда. И, говорю, секретарю сказали, мы вот два директора совхоза из Якутии приехали. Хотим попасть в министру. И она вот зашла, вы записались в что-нибудь спрашивать? Нет, мы вот в Якутии. И она зашла к министру сельского хозяйства и сразу вышла и говорит, заходите. И мы зашли к министру, говорим, вот мы с Якутии, два совхоза, хотим сейчас, как коллективное, в то время положение вышло большое, как это, коллективное хозяйство организовывать и эти помела. И он ничего не сказал. Ладно. Наши, эти, рассказы слушал и ничего не сказал. А потом уже через два дня, когда мы сразу вернулись, приехали сюда и сказали, что, мол, министру пришел приказ, чтобы оставить, как коллективное хозяйство, нас. И вот Верхневолюйский остался, и наш совхоз, как коллективное хозяйство, мы остались. В результате свободного выбора форм хозяйствования сейчас в сельской местности преобладают коллективные государственные предприятия. Другая характерная черта нынешнего времени – установление особого летнего режима работы во всех организациях и учреждениях. Суть его – предоставление в летнее время сверхнормативных отпусков жителям села. Такая мера крайне благотворно влияет на ведение соилучного и личного подсобного хозяйства. Мы ничего не раздавали, ничего уж никому. И вопрос я просто своим коллективам говорю. Коллективам надо коллективно жить, потому что мы около города. Если что, ничего у нас не будет. Так тоже, говорю, нельзя. Из-за этого мы коллективом остались. Конечно, некоторые ругали, некоторые хвалили, что мы не раздавали ничего. А вот сейчас уже многие говорят, что большие хозяйства вроде остались. Даже вот Михаил Ефимович, уж чего-чего, он даже говорил, что большие и крупные хозяйства остались. Так, в том числе мы остались. Твердость характера позволили Прасковье Павловне добиться поставленной цели. И неспроста. Коренная жительница села Хатас, название которого происходит от слова «твердый», не может быть ни настойчивой, ни упертой. Отсюда и твердость характера, и овладение мужскими навыками. Вот я, говорю, с 44-го года работаю. Это 17 лет мне было. Вот 17 лет, это почти сколько лет. Смотрите, до 75 лет я работала. И все время среди людей. Все время. Где-то я в конторе почти не сидела. Когда бригадиром только на мотоцикле ездишь. Когда бригадир совхоза освоила этот вид транспорта, без которого, кстати, население возможно, особенно в полевых условиях, с молоденькой Прасковьей тут же произошел незаурядный случай. И однажды меня как раз с Пашней еду. В то время действительно неправильно, ничего, мотоцикл без номера. Без номера, ничего, я скельдям с автологина еду. Еду и стою в милиции, как раз под дороги в Кельдямсах. И меня остановили. А я хотела вроде остановиться. И смотрю, они за мной идут. Я раз, газ дала, и поехала. И еду еще быстрее. А потом так поверну, смотрю, за мной бежит. Это на мотоцикле едут. Едут, и я подальше. И улетела прямо до дома. Потом домой уже приехала, мотоцикл меня не догнал. И сзади едет. А потом я приехала домой, сразу заехала домой. И от мотоцикла села, стою, мотоцикл. И тут он подъехал и говорит, почему вы, говорит, останавливайся, не останавливайся. Где ваши права? У меня, ну, мотоцикли не номер, а не права, ничего нет. А я ему говорю, мне-то вас не нужно. Говорю. И уехала, говорю, зачем? И они вот рухной бахнули, думают, бесполезно, и ушли путать сама вроде. Этот эпизод из трудовой жизни Праскови Павловны ярко отображает и ее характер. В ней живет и дерзкая девчонка, и настойчивый руководитель. Кого-то в свое время проучила она, а кто-то проучил ее. Точнее сказать, научил. И следующая история это подтверждает. Однажды тут против жатая у нас большая сто гектарная пашня посеяли. Как раз пшеницу посеяли. И там скот вроде попал. И директор тогда был Тимофей Григорьевич Николаев. Тимофей Григорьевич Николаев был бывший министр и потом в этом работал, в комбинате. И вот приехал, меня забрал, вечером, к вечеру это, забрал, поехали, говорят, у скотта. И меня на машину посадил, я работаю бригадиром. И посадил меня, и смотри, говорит, и на пашню привел. И там коровы. Они заход зашли, и меня оставил, и он дальше поехал. Меня там оставят. Я. Одна на пашню осталась к вечеру. Все, как хочешь, ты попробуй километр шесть или семь от Тулагина. Я должна, мол, идти пешком. И уехал Тимофей Григорьевич. И что делать? Вышла на трассу. Как раз в то время сканголаса уголь возили. И вот села, голосовала на машине, села и поехала до Тулагина. Что делать? Начальник? Ругаться не будешь? Насколько труд сельской женщины неоценим, настолько же он остается невидимым. Невидимым в глазах людей. А вот что творится в душе сельской женщины, что она переживает, знает только она сама. Один раз туда поехали, у нас участок был Саты Талахи, против Жатая, на острове жили. И также председатель холхоза был поп-поп такой. И поехали, там собрание провели. Кто ругал, кто хвалил. И это тоже. Меня оставил, сам поехал. Я там на острове осталась. Ночевала там на острове. А потом утром меня как раз работники привезли на машине, на лошади, на телеге, на санях. Такое тоже бывает. Раз, два, полно, так, что ругаться. Подобных историй у Прасковьи Павловны превеликое множество. Но следующий случай просто незабываемый. Связан он с яловыми коровами, то есть с бесплодными. В современной зоотехнической практике термином «яловая» обозначает таких коров, которые не забеременели в течение 85 дней после предыдущего отела. Яловость – понятие экономическое, означающее недополучение телят за годовой период и выражающееся в процентах. Руководители совхозы к этому моменту в их работе относятся с особенным трепетом, ведь от этого зависит экономика предприятия. И человеческий фактор здесь играет большое значение. То, что я говорю, ты бригадиром работаешь, ты не отдыхаешь, ты не рожаешь, ты работаешь. А потом однажды как раз, на ферме одна доярка. Две коровы яловые стали. Я говорю, почему у тебя так? У нас обычно 90-89 бывает, а где-то яловых мало. И она смеется, говорит, ты же запретила рожать, не болеть, работать. Ну и вот, поэтому она и яловая говорит. Шутки шутками, но на самом деле все очень серьезно. По крайней мере для нашей героини. Прасковья Павловна – человек былой закалки, воспитанная на принципах, высоких постулатах. Для нее дело превыше всего. Работать, работать, честно, добросовестно, все. Только работать. Я никогда так, что ни выходных, ни таких уж это не считалось. Что для меня выходной я должна быть сидеть. Это у меня понятия не бывало. Работать? Работай. Не хочешь? Уходи. Мы пытались понять, откуда у Прасковья Павловны такая категоричность. Возможно, все дело в том, что росла девчушка без родителей. А может, дело все-таки в характере. Так или иначе, но она стала достойным человеком. И, что самое главное, передала все свои правильные качества детям, внукам и правнукам. Я себе задачу поставила, что я должна работать, учиться и учить, воспитать, поднять детей своих. И дочь, и сын кончили университет, работают, они сразу. И пошли работать. И работают. Сейчас уже они старые сами, дедушки, бабушки. Я не думаю, что мне 90 лет. Надо жить и жить. Из-за этого не хочу отставать. Надо заниматься, читать, писать, слушать. А телевизор – это обязательно. Я вести, новости почти не пропускаю, смотрю. Но кино я не смотрю почти. Времени нет некогда. У меня тут и теплица, и тут огород, курица. Есть заниматься обязательно, надо ходить. Я не бегаю, ничего, хватит. Говорю, 90 лет бегать еще. Вот, работаю. Надо хозяйством и всем заниматься, чуть чем-нибудь. Иначе, вообще, если сидеть, ничего делая, сложа руки, так, я не привыкла. И даже днем я не лежу никогда. А то днем мертвый, когда, час или что ли, нет. Я сижу, сидя, немножко посплю, сидя только. И все. Каждая минута для Прасковьи Павловны цена. Не тратит на пустое. Если делать, то на все сто. Если что обещала, то исполнит во что бы то ни стало. И если вдруг получалось так, что рабочий день заканчивался глубоко за полночь, а работа заставала в городе, то она всенепременно ехала домой, в село, где ее ждала долгожданная, благодатная тишина. Я никогда в городе не ночевала. Никогда. Хоть ночь, хоть как, обязательно я кататься приезжаю. Потому что мне этот шум такой. Однажды, как раз после собрания, что я ночевала у своих, как раз они жили по проспекту, в обстоятельствах жили. И думаете, всю ночь, мне кажется, таксисты. Тш-ш-ш, астана, тол-ш-ш. Почти я путем не спала. Так. Вот что. Из-за этого вот в городе я никогда не, после этого не ночую, не ночевала. За что еще можно любить сельскую жизнь? Да, за тишину. Да, за чистый ароматный воздух. За местные красоты. Но есть такая народная мудрость. Где родился, там и пригодился. Такого же принципа придерживается и Прасковья Павловна, которая среди всех жизненных испытаний и трудов особенно выделяет свою малую родину. Родное село нужно ей, а она – селу, своим талантом, своими делами, поступками и мыслями, особенно если все мысли заняты заботами о селе и ее жителях. Главная деревня нужна – это газ. Если газ есть, значит все могут, все удобства. Вот из-за этого сейчас устроятся двухэтажные, трехэтажные дома, пожалуйста. Это очень хорошо, когда газ есть. Не то, что давно, мы с 70-го года уже сразу газофизировались, газ, когда город пришел, и город нам сразу дал. Поэтому все-таки, а сейчас, после этого, еще нас передали Агроснабу, ну и вот сейчас город и взял полностью. Вот два эти, и Тулагина, и все, и Маган. Поэтому помощи города будет. Как часто мы произносим в жизни фразу «Мой дом, мое село». В этих словах таится любовь к своей малой родине, где родился и вырос, где начал свою трудовую деятельность. Наша героиня 14 лет как не работает, но и это не совсем правда. Прасковья Павловна по-прежнему в гуще всех событий села. Да всего ей сделала. Сейчас и то общественной работой мы занимаемся, председателем женских советов сельского хозяйства по районам. Уже езжу с сельскими женщинами, встречаемся, с ними работаем общественно. И тут какие мероприятия в Катасах, почти без меня не бывает. Обязательно надо все-таки посмотреть, приезжают, когда приглашают, идут туда. О чем бы мы ни говорили с Прасковьей Павловной, речь так или иначе заходит о жизни на селе. А ведь по-другому и быть не может. Наша героиня – это истинный образ сельской женщины-труженицы. Рано или поздно человечество осознает ситуацию и вернется в лоно природы. Ведь только она, природа, сможет подарить женщине красоту, натуральную и долговечную. Сегодня героиня нашей программы находится в том возрасте, когда озвучивать цифру нужно с гордостью. 89 лет. И все они прожиты на селе. Вот такая она – жительница села, ударница труда, мать, бабушка, прабабушка, женщина. Пусть образ Прасковьи Павловны Федоровой будет ярким напоминанием каждому из нас о ценности сельской жизни и благородного труда. Редактор субтитров А.Семкин